В Балтийском море завершились масштабные учения НАТО. В них принимали участие полсотни кораблей из почти двух десятков стран. Маневры закончились на фоне заявлений главы Медгермании Франка Вальтера Штанмайера, который назвал их, цитата, «бреоцением оружием». Тем временем в Польше проходят сухопутные учения. Подробнее Марина Наумова. На полигоне в Дравско-Поморске появляются американские танки «Абрамс» и «Бредли», польские БТР «Росомаха», болгарские БМП. Основные силы готовы к обороне тылов и контратаке. Маневры проводят при поддержке артиллерии и авиации. Истребители F-16 и МиГ-29 в воздухе над полигоном в это же время. Надолго зависают вертолеты «Апачи». Сфотографироваться на их фоне и сделать селфи успевают и журналисты, и солдаты, наблюдающие за ходом показательной военной операции с трибун. Это заключительная фаза самых масштабных учений НАТО в Восточной Европе со времен Холодной войны. Военные из более чем 20 стран Альянса и государств-партнеров должны показать единство и слаженность действий. Главное для нас это единый язык – английский. Ведь это многонациональное учение. Кроме польских подразделений тут представлены еще 23 страны и всего 31 тысяча солдат. Для нас это большое испытание и вопрос синхронизации. Сейчас вы видели, как военные из 8 стран работали слаженно. На полигоне танки проводили прямой огонь и успешно уничтожили воображаемого противника. Так что они выполнили главное задание учений «Анаконда». По легенде, учение «Условный союз красных», состоящее из криминальных групп, пытается занять территорию Польши, изолировать ее и установить свой режим. В это время страны-члены НАТО и их союзники спешат на помощь. Военные подчеркивают, учебная операция носит оборонительный характер. Маневры проводят накануне саммита НАТО в Варшаве, на котором будет детально обсуждаться вопрос укрепления восточного фланга Альянса. Еще на этапе подготовки к учениям командующий вооруженными силами США Бен Ходжес, заявлял журналистам, что главная цель «Анаконда» – вселить уверенность в партнеров и отпугнуть Россию. Вашингтон продолжает настаивать на существование российской угрозы под видом защиты союзников. Альянс планирует разместить прямо у границ России свой военный контингент. Уже известно, что после учения большая часть тяжелой американской техники останется в Польше. Здесь и в странах Прибалтики планируют разместить четыре батальона войск НАТО. После завершения маневров американский генерал благодарит Польшу. Он доволен приемом. В крупных польских городах, несмотря на протесты местных жителей, Альянс активно рекламировал себя, выставляя на площадях американские танки и другое вооружение. Воспринимали очень тепло, хоть мы и вторгались в личное пространство и быт жителей Польши. Но все было сделано так, что мы чувствовали себя долгожданными. Министр обороны Польши, известный своими антироссийскими высказываниями, подводя итоги учений, снова заявляет, что Россия несет угрозу. И не только Западу, но и всему миру. Эти учения подтверждают, что мы, наконец, в безопасности. И что Польша, благодаря модернизации и усилиям солдат и офицеров, и благодаря верным политическим решениям и поддержке союзников, может противостоять агрессии, которая нарастает с Востока и угрожает всему миру. Учения, проходившие одновременно на всех полигонах Польши и в акватории Балтики, завершаются. Но по польским автомагистралям продолжают перемещаться колонны американских войск, вереницы тяжелой техники. В НАТО не скрывают, главная цель маневров — продемонстрировать силу стране, которая от района учений находится всего в нескольких сотнях километров. Марина Наумова, Александр Полонский, Павел Тимофеев, Вести, Польша.